добрый день мои дорогие любители вязания я рада приветствовать вас на своем канале вязание ангелины всем добрый день сегодня я хочу показать вам процесс вязания филейной тонечки я дошла до проймы и как я буду увязывать сначала по схеме по рисунку получается смотрите я связала посчитаем квадрата 1 2 3 4 5 5 квадратов это мне идет повтор пять с половиной квадратов по 10 клеток пять с половиной квадратов у меня смотрите получилось вот такая длина мы сейчас измерим тридцать девять сантиметров вот все я полагаю что этой длины мне вполне достаточно общая длина изделия у меня будет 90 сантиметров простите 60 сантиметров вот пройма будет 25 у меня большая большой вырез для рукава и 38 сантиметров и по рисуночку уже в принципе хватает и по длине вот этот у меня бачок вот я закончила вязание теперь как мы вяжем пройму для начала это вот лицевые петельки значит нам нужно повернуть наше вязание в обратную сторону потому что я вижу поворотными рядами почему вот как раз когда мы подошли к пройме можно до наглядно посмотреть почему когда мы сейчас несколько эту петель и чеку боем и начнем вязать нашу спинку или наш перед мы будем вынуждены писать поворотными рядами если вы до этого момента вязали только круговыми то все столбики у вас будут выглядеть да красиво но они будут все лицевыми да и когда вы начнете поворачивать нагрудили на спинке петельки все ряды будут разными поэтому я рекомендую вязать всегда поворотными рядами вот довязали круг соединили повернули и начали вязать другую сторону вот смотрите пройма будет у меня широкая для этого я вот самого центра вот такими петельками незаметными то квадратика филейных 3 я хочу не провязывать это у нас будет вырез проймы вот мы считаем нас один квадратик два квадратика и еще три квадратика допустим у нас будет вот три квадратика все из этой стороны точно также три квадратика мы будем с вами не довязывать не довязывать теперь делаем две воздушные петельки 1 2 и смотрите вот наш квадратик и мы его вот две мы делаем не 3 не 4 как всегда мы делаем 2 то есть мы делаем скос проймы наши вот а теперь только мы провязываем наш полноценный квадратик а здесь у нас эти первые петелечка она идет вот такая не довязанная то есть уже мы делаем скос скос на пройме я буду делать примерно рядочка 3 вот рядочка 3 и это хватает на хорошую полную руку взрослая женщина больше и там делать не нужно так что три клеточки то считайте 9 столбиков до 9 петельки то есть с двух сторон это уже будет хорошо вот все теперь мы вяжем по рисунку по рисунку каким образом вот мой рисуночек смотрите вот здесь вот я закончила по рисунку вот мои клеточки тут одна прибавочка и вижу пустые клеточки до рисуночка как я заполняю филейные клеточки может быть кто-то не видел и кто-то может не знает вот здесь как раз идет изнаночная сторона поворотная многие спрашивают как я вижу как я заполняю филейные клеточку вот смотрите здесь есть две дырочки потому что у меня сдвоенный столбик вот я ввожу крючок сначала в одну петельку потом во вторую вяжу их вместе и делаю столбик с накидом филейных изделий у меня в моей практике больше наверное больше ста в основном я вижу платье филейные разного размера как правило но конечно есть очень много работ топиков туничек кофточек теплых жакетов из шерсти филейкой почему нет платья юбки это тоже все очень популярно филейная техника мне нравится тем что вы в пустых квадратиках своими руками рисуете красивые рисунки изображаете то что вам хочется это могут быть и животные там могут быть и цветочки это могут быть орнаменты то что хочется вам вашей душе выразить вы творите изображаете на полотне разных цветов и за счет этого филеечная техника я считаю она очень выигрышная потому что меняя подклады допустим под тонечку или там под платьишко каждый раз у нас получается новая вещь новое вязаное изделие вот вот так вот видите здесь меня была пустая клеточка я ее заполнила теперь у меня по вязанию по рисунку и идут пустые клеточки пустая клеточка я вижу вот таким образом 1 воздушная петелька столбик с накидом воздушная петелька столбик с накидом и вот таким образом я вижу все полотно по рисунку вот здесь вот здесь у нас должна быть клеточка пустая вот то есть точно также 1 воздушная петелька столбик столбик 1 воздушная петелька столбик вот здесь по рисунку у меня вот как 2 2 квадратика заполненных у нее тоже также идет 2 заполнена квадратика я вижу крючком 2 5 двоечка ниточки у меня она тонкие 516 метров 100 грамм не мягкие они хорошо держит филеечный узор что немаловажно не садятся не вытягиваются то есть очень хорошо себя зарекомендовали таким образом мы с вами вяжем сейчас отдельно спинку и отдельно полочку вот самое главное филейной техники это аккуратность и это считать и вот смотрите чтобы видите роза была красивая у нас самое главное это всегда все время считать петелечки не сбиваясь с рисунка сначала это может показаться сложным но на самом деле с практикой да это все приходит и вы уже начинаете вязать вывязать вот такие вот видите красивые розочки филейную тонечку филейное изделие я всегда проглаживаю с мокрой марлей чтобы потом если даже вначале вам кажется что все неаккуратно вот видите как красиво потом ложатся столбики приглашки и уже все ваши цветочки все ваши листики уже все это будет видно всю красоту не вот я смотрите дошла до 2 проймы вот у меня маркер стоит ровно на боку мы отступаем 3 филейных клеточки как в первое в первом разе когда мы делали отступление на пройму раз два три мы не провязываем вот здесь мы делаем уже смотрите плавный скос так вот эту клеточку мы еще провяжем вот эту клеточку мы провяжем а вот здесь найти от 1 2 3 мы не вяжем совсем а вот на 4 клеточки на 4 мы делаем скос каким образом вы смотрите вот этот столбик и вот этот с первой стороны вы помните мы вязали всего две петельки подъем а здесь мы вот так скажешь делаем скос провязываем вместе два столбика две петелечки подъема делаем не 32 петелечки подъема сделали перевернули вязание вот и для плавного скоса мы точно так же вот этот наш филейный квадрат вяжем не 4 петелечки подъема а всего две и вот сюда столбик наш вот вот видите вот вот такое идет у нас плавное такое вот уменьшение вязание пройма таких уменьшений будет три штучки а теперь когда вот мы эту клеточку как бы не довязали мы уже вяжем по рисунку как у нас уже будет рисуночек смотреть все и вот таким образом мы вяжем сейчас будем вязать спинку вторую часть здесь вот мы будем вязать уже потом для начала мы поворотными рядами вяжем по рисунку нашу спиночку убавляя по бокам с двух сторон 3 филейных клеточки а потом вяжем ровно по рисунку спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки а готовые вязаные изделия можете приобрести на моем сайте